В треугольнике А, В, С взяли две произвольные точки А, В, С и рассмотрели сумму отрезков А, М, В, М, С, М и О, М. Просто от точки М посмотрели сумму расстояния до всех точек А, В, С и О. Задача. Докажите, что это больше или равно суммы длин А, В, С, О. Причем равенство только в случае, когда О и М это одна и та же точка. Давайте обсудим что-то такое. Представьте себе, что у нас А, В, С и О как-то закреплены на плоскости, а мы точку М соединяем веревочкой с этими четырьмя точками. Так вот, задача состоит в том, чтобы сумма длин этих веревочек была бы как можно меньше. Между прочим, в некоторых музеях науки даже действительно делают такие конструкции. Берут стол, вы абсолютно вернотально поедетесь, просверливают дырки. Правда, любимое занятие это делать не для четырех точек, а для трех. Вот берете треугольник, просверливаете дырки, ставите тут, чтобы веревка не просто окрая терлась, а ставите здесь, как называется, блок, чтобы она крутится, а она вообще не свешивалась. Сюда грудь. То же самое, здесь такой же блок свешивается, здесь такой же блок свешивается. Но эти грузики, вы убежите, скажем, одной и той же массой. После этого, вот эти веревочки соединяете, связываете в одной и той же точке. Как-нибудь. И отпускаете. Вы понимаете, в каком месте они... Середина. Вот, что-то середина. Замечательная вещь. Центр тяжести, по-моему, так называется. Совсем нет. Совсем нет. Оказывается, это довольно особая точка треугольника. Называется точка ферма Терричелли. Или это просто точка Терричелли. Терричелли, вы знаете, из курса физики? Да. У кого-то начался, у кого-то уже, разного возраста люди. Что сделал? Занимался давлениями жидкости и газа. Да, он взял в бочку такой высокий столб. Да, да, да. Высокий и узень. Да. На самом деле, в математике тоже. Ну, Пьер Ферма, вы ее тем более знаете. Ну, да. Или фамилия. Профессию он был кто? Кто? Кто, что деньги платили? Я подозреваю физику сейчас. Нет. Он юрист. А. Юрист. Он работал в суде. В французском суде. Так вот, господа, здесь то же самое. Представьте себе, мы бы сделали в строчках А, Б, С и О. Такие вот, трилочки, грузики бы, да? Какое отношение имеет сумму, понимаете? Сумма – это те веревки, которые остались на столе. Ну, да. А чем меньше эта сумма, тем больше вниз опустилась. Ну, а эти грузики, они же вниз тянут. А подождите, веревки изначально были равны, да? Не так важно, потому что, когда у вас есть веревка, то на каком расстоянии, они легкие веревки. Ну, понятно. Веревочки легкие, а грузики довольно тяжелые. Поэтому длина веревки не влияет на теорию. Так вот, утверждение состоит в том, что если сделали такой опыт с четырьмя, причем точка О лежит внутри треугольника А, В, С, то на самом деле точку М затянет сюда. Кстати, давайте обсудим, а если бы точки А, В, С и О были бы вершинами выпуклого четырехугольника. Все понимают, какой был бы ответ? Вот есть выпуклый четырехугольник. А, В, С, О. Ну, это, если бы не допустим, то есть не внутри треугольника, а наоборот. Выпуклый четырехугольник. Мы берем точку М и смотрим на такую сумму. Сумма отрезков АМ, БМ, СМ и ОМ. И ищем точку М, чтобы вот эта сумма была бы как можно меньше. Вопрос. Куда в таком случае затянет? Вот это, если бы по-настоящему легко сделать так. Пересечения диагонали. Абсолютно верно. А к чему? Потому что это середина. Нет. Нет такого понятия середины. Четырехугольника нет понятия середины. То есть, смотрите, есть разные важные точки. Например, есть такое понятие центр тяжести. Это то же самое, что центр крилограммного риньона. Есть такая точка. Есть точка пересечения диагонали. Есть такая точка. В принципе, наверное, можно еще что-нибудь предоставить. Центр описанная окружность. Не всегда. А, не каждая трехугольник. Не каждая трехугольник. Понимаете? Вот оказывается, что минимальная вот такая вот штука это действительно в точке пересечения диагонали. Почему? То есть, на самом деле. Потому что прямая... Вас просят доказать, что вот эта вот величина она всегда больше или равна, чем сумма расстояния от вот этой точки другими словами, чем АС плюс БД. Почему? Потому что... А, БД это что? У нас нет точки Д. У нас нет точки Д. О, спасибо. Больше или равна? Все, 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 я уже. Итак, если взять точку Э в точке пересечения диагонали, то сумма будет равна АС плюс БД. Почему это так? Все понимают? Почему сумма длин отрезков АМ, БМ, ЦМ и ОМ для любого выпуклого четырехугольника АБЦО больше или равна сумма длин диагонали АЦ и БО? Почему? АЦ, меньше чем АО плюс ОЦ. Не помогает. То-не-то. АЦ, меньше чем АМ плюс ОЦ. Пишите. Ровно есть решение. Быстрее. Мело не пишите. Это ровно решение. Наконец-то. Хорошо. Следующее. Хорошо. А когда равенство? Когда точка Э в точке лежит на обеих диагонали. То-не-то на самом деле точка Э в точке лежит на обеих диагонали. Все поняли? Да. Все. Значит, вот на правой доске мы полностью забрали случаи, когда четырехугольник АБЦО выпуклый. А теперь вот вам картинка. Не выпуклый. Разберитесь, пожалуйста. Это намного интереснее. Давайте я сделаю одну подсказку. У нас уже это не ранее, что было как-то раз, но на это вы просто забыли. Если внутри треугольника есть точка, то сумма вот этих вот двух отрезков меньше, чем сумма этих. Давайте. Какая-то там точка. В. В. Р. С. С. Р, конечно. Четыре точки. Утверждается, что ВР плюс Э в Ку меньше, чем ВС. Ну, если точка Э совпадает с ЭС, то равно, а если не совпадает, то меньше, чем ВС плюс Э в Ку. Это у нас было. Один из способов доказательства, нужно перпендикулярно ставить, тогда вот этот вот отрезок будет меньше гипотенуза. И здесь то же самое, как визгулятор. Тогда вот этот отрезок будет меньше. Понятно? Или это вообще частный случай учитреждения. Когда выпукленный треугольник расположен внутри другого, то периметр внутреннего меньше, периметр внешний. Теперь сравниваем вот такие треугольники, у которых одна сторона, это сторона, например, большого треугольника, и другие две, это точки, точнее, сотрезки, которые соединяют вершину треугольника на точку. Честно. Просто точка О и точка М, они как-то расположены, но при этом отрезке СМ, АМ и БМ разрезают треугольник на три. И значит, точка О лежит либо здесь, либо здесь, либо здесь. Пусть, например, здесь. То есть, пусть точка О лежит в треугольнике СМВ. Тогда что? Мы пифим. СО плюс БО меньше или равно, чем СМ плюс БМ. Да, это в точности вот это. Ну, случайно, точка О может совпасть, поэтому меньше или равно. Дальше. Дальше. Это неравенство, оно очень хорошее. В него входят два слагаемых. Давайте подчеркнем, что здесь что. СО и БО подчеркнем. Подчеркнем. Да, СМ и БМ. Подчеркнул? Замечательно. Что осталось? Да неважно. Что осталось? Осталось, ну, АМ и АО. Нет, АМ и АО. И что же мы пишем? Значит, надо еще такой же расстройки. Да, не такой же. Да. АМ плюс ООМ? Нет, нет, не АМ. С точки М они все вот, как бы с этой стороны, они должны вот здесь. АО, АМ. Да. АМ. Да. Да. Плюс ОМ. Вот это просто не анти-треугольника. А вот это, вот эта вот задача, вот такая более сложная.